Первым делом самолеты. Университет Королёва отмечает юбилей. Парад памяти в ноябре пройдет на старом обновленном месте. Заканчивается капремонт площади Куйбышева. Попал в великолепную пятерку. Самарский педагог сражается за звание лучшего на всероссийском конкурсе «Учитель года». 75 лет в полете Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва отметил юбилей. Торжества прошли в театре оперы и балета. История учебного заведения начинается в годы Великой Отечественной войны. Куйбышевский авиационный институт сформировали как центр подготовки инженеров для оборонных предприятий. Их усилиями было собрано для фронта 40 тысяч штурмовиков Ил-2. Потом выпускники разработали и наладили производство первых отечественных баллистических ракет. Носители «Восток», «Молния» и «Союз». Впервые в мире самарские ученые собрали сверхтяжелый носитель для реализации проекта «Энергия Буран». Сегодня Самара по праву считается главным космическим центром планеты. В городе работает единственное предприятие, которое собирает ракеты для пилотируемой космонавтики. Университет год от года только усиливает позиции в мировых рейтингах. С праздником преподавателей и студентов поздравил глава региона Дмитрий Азаров, вручил сотрудникам награды и пообещал поддержку в дальнейшем в развитии учебного заведения. Мы обязательно создадим все условия, чтобы университет занимал самые высокие строчки в мировых рейтингах научно-национальных исследовательских университетов и не только. Я хочу вас всех поблагодарить за ваш труд, я хочу всех поблагодарить, кто прережно учится, я хочу пожелать университету новых успехов, побед, свершений. И здесь можно смело сказать, только вперед. Я хочу вас поздравить еще раз с назначением. Мы договорились, что будем единой командой и победим в любом деле. Спасибо. Самарский педагог Владимир Пономаренко вошел в пятерку лучших учителей России. Он принимает участие во всероссийском конкурсе «Учитель года России-2017». Пономаренко в этом году уже стал лучшим в Самарской области. Финальный третий тур всероссийского конкурса пройдет в Москве и по традиции завершится объявлением абсолютного победителя на торжественной церемонии 5 октября. Финиширует капремонт площади Куйбышева в ноябре. Там пройдет традиционный парад памяти. Работы идут по графику в рамках проекта «Комфортная среда». План выполнили на 90%. Особое внимание к качеству. Первые пробы асфальта взяли специалисты муниципального предприятия «Дорожное хозяйство». Качество работы оценила и Лариса Шалафаст. При помощи специального оборудования рабочие выпиливают в новом асфальте три пробы длиной порядка 20 сантиметров. Здесь отчетливо видно каждый слой. Специалисты уже по внешнему виду могут сделать выводы. Асфальт и бетон старый, нижний слой и верхний слой везде имеют идеальное сопряжение. То есть перед тем, как укладывается очередной слой, идет обязательно проливка. И поэтому сцепление обеспечено. И понятно, что такой асфальт и бетон будет служить очень долго. Чтобы более тщательно проверить качество нового асфальта, образцы отправят в лабораторию. Всего на площади возьмут 18 проб, чтобы проверить покрытие на всей территории. Их проверяют на определение физико-механических свойств, уплотнение водонасыщения, показатели прочности при различных температурах. Отправляются они в лабораторию МБУ «Дорожного хозяйства». По результатам эти акты будут исследованы, в том числе прокуратурой, и установлено качество выполненных работ в целях рассмотрения вопроса о внесении актов, в том числе прокурорского реагирования. Пробы вырезают в местах, где потом будет нанесена разметка. Таким образом, следы кернения не будет видно. На каждом этапе ремонта работы контролируют представители прокуратуры, отделы по борьбе с экономическими преступлениями и общественники. Тщательно следят не только за качеством, но и за сроками. Сейчас прошли по скверам, практически все деревья прижились, но еще посмотрим, что будет весной, потому что листва уже опадают, и трудно понять, будут они живые, не будут живые. Травка практически везде взошла. Ну, в общем-то, идут по плану. У нас же срок 1 ноября. Вот спрошло в департаменте, они говорят, мы укладываемся. Насколько качественно подрядчик выполнил свою работу, станет известно через несколько дней, когда будут готовы результаты лабораторных исследований. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Далее коротко о других событиях дня. Миротворцы отразили атаку боевиков на гуманитарную колонну. В Самарской области прошли учения, в которых приняли участие более 500 военнослужащих и было задействовано свыше 70 единиц военной техники, сообщает пресс-служба ЦВО. За неделю солдаты, сержанты и офицеры отработали задачи по оперативному перемещению к местам назначения, созданию буферных зон, принуждению к миру конфликтующих сторон, а также охране и обороне наиболее важных административных и промышленных объектов. На завершающем этапе миротворцы отработали действия по сопровождению колонны с гуманитарным грузом и отражению атаки на нее со стороны боевиков. Провал в центре Самары образовался из-за утечки на водоводе, сообщают у ресурсоснабжающей компании. Аварию, которая произошла на улице Фрунзе в районе пересечения с улицы Шостаковича, ликвидировали. Для этого потребовалось выкопать яму. При этом жилые дома от воды не отключали. Объект уже передали подрядчикам для того, чтобы они восстановили асфальт. Городские леса вокруг стадиона Самара-Арена расчистят от сухостоя и мусора. На сегодняшний день убрано уже 7 гектаров. Завершить очистку необходимо до того, как ляжет снег, сообщают в региональном министерстве лесного хозяйства, а именно до 1 декабря 2017 года. Каждый день очищают минимум 1 гектар. К работам привлечены не менее 100 человек. 56-й маршрут перестанет ходить до крутых ключей. Автобусы начнут курсировать от Приволжского микрорайона до ЖД вокзала. При этом они будут заезжать на улицу Дыбенко и делать остановку около торгового центра «Космопорт». Очевидцы сняли видео, как мужчина с топором напал на двойную сплошную. На кадрах видно, как неизвестный пытается разрубить линию посреди проезжей части улицы Громовой в Тольятти. Свидетели странного происшествия предположили, что асфальт-руб работает в кафе напротив, в которое из-за этой разметки довольно трудно попасть. Повязать пионерский галстук, увидеть, как выглядели ученики прошлой эпохи. В 163-й школе открылся музей, посвященный ее истории. Более 200 экспонатов собрали преподаватели, ученики и родители. В числе первых гостей музея оказалась и Алина Чемерес. Вот в этой витрине документы моей мамы. Моя мама пережила блокаду Ленинграда. Была веку и уехала сюда сама. Мама Тамары Григорьевой проработала в 163-й школе. Больше 30 лет написала книгу о жителях блокадного Ленинграда. Теперь ее документы и военные награды – экспонаты музея. И таких историй здесь немало. Фотографии, инсталляции, личные вещи отличившихся учеников и преподавателей 163-й школы. На стендах и витринах более 200 предметов. А это интерактивная площадка, посвященная школьникам советского времени. Здесь все можно трогать. Взять в руки портфель, повязать пионерский галстук и почувствовать себя учеником прошлого века. Идея создать музей истории школы появилась три года назад. Тогда и начали собирать экспонаты, что называется «Всем миром». И вот сегодня музей встречает первых гостей. Собранием экспонатов занимались не только учителя, но и ученики школы. Кто-то принес термос, кто-то принес гитару, кто-то принес гусли. То есть каждый внес свою частичку сюда какую-то. Но, естественно, экспозиция будет пополняться. И мы будем вести активную работу с детьми. Они это очень ценят, они это очень любят и воспринимают на ура. Они готовы быть ведущими, они готовы приносить экспонаты, они готовы обрабатывать, их регистрировать. То есть они очень заинтересованы. Планируется, что гостями музея станут не только ученики 163-й школы, но и дети из соседних учебных заведений. Двери открыты для жителей микрорайона. Музей, уверены его создатели, для всех станет комнатой общения. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. А вот о чем наши журналисты расскажут в следующих выпусках. Диагноз по пути следования. Проверить ВИЧ-статус можно в поезде и на вокзале. Плитка к плитке. Сквер Рязаново готовится к чемпионату мира. Доброта спасет мир. Самарский зоопарк отмечает Всемирный день защиты животных. На этом наш выпуск завершен. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова